Алло, мускали, чё с лицом? А ты жирная с*** Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о том, как пропагандисты выли от визита Байдена в Киев и как пытались оправдать вот это всеобщее национальное унижение, которому они подверглись. Киев за три дня. Ну вот, а теперь через год Байден приезжает и просто вытирает, ладно, ноги об них. В общем, сейчас обо всем подробно. А вы не забудьте подписаться на канал. Сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Во-первых, монетизация канала идет на ЗСУ. И я вот сейчас еду в Николаев вручить очередной 59-й автомобиль с Бройным силам Украины. И в каждом из них есть ваше участие. Поэтому ставьте лайк, комментарий, шерьте и главное, подпишитесь. А во-вторых, друзья, мы уже перевалили 900 тысяч. Мы идем к миллиону. И это реально сильно. Спасибо вам. Итак, российская пропаганда и визит Байдена. Ну, понятно, что это реально это национальное унижение. Шок, растерянность у них. Ну и попытка хоть как-то хоть что-то слепить и хоть как-то обесценить этот визит. Но выглядят они при этом так смешно. Ну, это что-то. Ну, вот, наверное, начнем с соловья. Что с лицом? Послушайте и посмотрите на него. Алло, Мускали, что с лицом? Ну, вообще, его просто разрывает на куски. Что с лицом действительно у вас у всех? Что-то с лицом не то на России у всех. В общем, представляете, Байден приехал за день до обращения Путина к федеральному собранию, которое они так рекламировали. Ой-ой-ой-ой-ой, что будет, что будет. Через три, больше чем 300 дней, после того, как они за три дня берут Киев и показал, на самом деле, кто лидер, кто сверхдержава, а кто так, понты только может строить и полностью обделался. И, ну, они пытаются, значит, хоть как-то этому дать объяснение. И, например, ну, еще одна тема, это, как выяснилось, Associated Press сообщает, что американская администрация предупредила Москву в визите Байдена о том, чтобы те даже не вздумали что-то сделать. И те не вздумали. Ну, потому что Путин-то, господи, прости, ссыкло, мы все это знали. Это даже... От этого разрывает даже их пропагандистов. Смотрите, Мордан пишет. Унизили нас, унизили. Где наше гиперзвуковое оружие? У вас есть только гиперзвуковое... Путин. Вот, собственно говоря, все, что у вас есть, ну, как-то же это все надо объяснить. И поэтому клоун Марков объясняет, потому что мы слово держим, потому что мы честные. Послушайте. Байден приехал в Киев, потому что, уверен, он получил гарантии безопасности от российской стороны, что не будет в это время накрыт он. Обратите внимание, включили воздушную сирену, которая, без сомнения, была фальшивой воздушной сиреной. Они же все там толпы людей, там сотни людей, никто и ухом не ведет на эту фальшивую сирену. Потому что все знают, что раз Россия и сказала, что она не бьет по Киеву во время визита туда каких-то государственных деятелей, значит, никогда это не произойдет. Потому что мы, те, кто держит свое слово, те, кто становится на стороне, а является на стороне добра и цивилизации. Ну, в общем, да, смех и только. Дальше Скобеева, та тоже, значит, что-то надо тоже сказать. Это просто у Байдена выбор, и он хочет показать, что он-то еще ого-го, типа, ха-ха-ха, но он-то действительно ого-го. Молодец. И путь преодолел так тяжелый и непростой. Послушайте. Российскую коалицию своим визитом убедить Макрона и Шольца идти до конца, то ли начать предвыборную кампанию на второй срок, как бы сообщив, что я еще ого-го. На этих кадрах видно, как Зеленский едва не помер от счастья, утопая в объятиях американского гегемона. Следом фото на фоне колоколов. Кто из них православный при этом не сообщается. Дальше еще смешнее. Президент США в сопровождении Зев выходит из Михайловского. Собора и украинцы включают сирену. Как бы пытаясь показать деду, какие жестокие русские. Жаль, американская рейтерс тут же вышла с заметкой, что удары по Киеву Россия в этот день не наносила. То есть Зеленский, как всегда, попытался устроить цирк. Чтобы сымитировать хоть какую-то активность, значит, дали команду Шойгу что-то сделать. И он пошел поднаграждать генерала Мурадова, который похоронил под Углидаром морскую пехоту российскую. Ну, наградили. Ну, это действительно великий подвиг. Посмотрите на этих клоунов. С чем они друг друга поздравляют? Что они награждают? Это загадка. Байден улыбнулся. Путин после отъезда Байдена созвал срочное совещание Совбеза. После отъезда Байдена. Посидел, посидел, уехал. Срочное заседание Совбеза. Еще один клоун. Ну, конечно, была дана команда Соловьеву хоть что-то сделать. Ну, и Соловьев, как обычно. Но ответ один у Путина. Побольше трупов и побольше пушечного мяса. Поэтому Соловьев говорит, срочников киньте уже на Бахмут. Послушайте. Пишет еще один некий Шулика, который, помню, Анна Борис, но шафран травил там. Вот такой, такой. И он пишет, Соловьев призвал. Владимир Соловьев призвал разрешить и отправлять срочника в зону спецоперации. Я его не смотрю, не подскажете. Он призвал прямо из окопа под Бахмутом, наверное. Слышь, я призвал прямо из Бахмута. Из Бахмута. А ты же побирающийся на деньги всех, кто может вообще тебе вот на бедность дать. Ты где? И вот время проявило. Вот вы все оппозиционеры, какие такие сякие. Вы где? Ясно, что вы никакие не народным кумиром служил Козлодой. Вот это про вас. Ну и как обычно у Соловья какая-то есть тема с Лондоном. Может потому, что там его сын, как мы все узнали, работал моделью и что-то там может у него не сложилось или что. Опять он там призывает сжечь Лондон и строит из себя еще артиста. Такой великий театрал. Посмотрите. Прах. В прах обратится Лондон. Да ничего. Брони Хелл. Вот так лучше. А не переводится. Флеймс. Так лучше. Лондон gonna burn in flames. Так хорошо. Да, Соловей. Все хуже и хуже. Там кривляется то он немцев передразнивает, то значит украинцев. Теперь он Лондон флеймс. В общем, конечно, клоун еще тот. Но на фоне этого некоторые напоминают им об их кладбищах. Все результаты Путина это большие кладбища. И это прорывается даже у их пропагандистов. Послушайте. Кладбище на Украине никто не отменял, которые растут как грибы после дождя. А у нас не растут? Ну у нас же тоже растут. Ну покажи мне их. То есть не умирает солдат и ты мне покажи вот такие кладбища, как показывают. но у нас тоже погибают люди, к сожалению. Много. Только что, буквально несколько минут назад блиндаж взрывали в Курской области. Там погибли шесть человек. Это на нашей на российской территории. это разговор на уровне я говорю о патриотизме и демографии, а ты мне отвечаешь а как же аборты? Разумеется, то, что ты говоришь соответствует реальности. Погибают они, погибают наши ребята. Немножко в разных просториях. А солнце сегодня тоже встало, например. Представляешь? Или потом сядет. А сядет причем? Ну, самое смешное, это, конечно, там, где Соловей начал еще говорить, что Байден трус. Он последним приехал. Я хочу, чтобы вы послушали этот фрагмент. Фейковая сирена? Зачем? Кому хотели это показать? Это вот тайная театральщина? А Байден идет и думает, ну здесь совсем кретин. Я же с Путиным договорился, что все нормально будет. Че сирена-то? Сирена-то зачем? Да. Но согласитесь, конечно, такая настоящая смелость приехать последним. Да, а вот теперь вообще вы что говорите? Байден из-за океана впервые вообще в современной истории США, президент США приехал в зону военных действий, там, где США не контролируют ситуацию. А я хочу просто напомнить, что Путин, который тут буквально там сотни километров от Москвы до границы с Украиной, совсем не тысячи, как для Байдена, ни разу, ни разу не нашел в себе мужества приехать на любой кусочек оккупированной украинской территории после 24-го числа. Ни разу, ни в Херсон, ни в Мариуполь, никуда. И вы рассказываете, кто-то, что кто-то трус, ну, это, конечно, уникально. Ну, и на фоне этого, действительно, сложно не согласиться, у них еще один такой, есть подонок наш, царев, они его там пригрели, но этот, даже этот подонок пишет, мы столько все наговорили, мы столько заявили этих красных линий и всякой чуши, что с нас уже реально смеется весь мир и даже сами россияне, но тут с этим не согласиться сложно. В общем, вы посмотрели на этот цирк уродов, который является российская пропаганда и на их реакцию. Ну, посмотрим сегодня, какое шоу будет устраивать Путин в обращении к федеральному собранию и обязательно, друзья, это проанализируем. А чтобы не пропустить, подпишитесь, не забудьте, держим строй!